Мы в эфире. Добрый день, читатели комсомольские правды, пользователи сайта КП.Ю. Сегодня рады приветствовать у нас в гостях хореограф Александр Лещенко, который на днях у нас также поработал звездным корреспондентом. А с какой, собственно, темой он пришел к нам вторично, повторно, он расскажет сам. Ну, собственно, нужно поздороваться и начнем отвечать на вопросы. Всем привет. Желаю всем хорошего дня и поздравляю всех с праздником. И вас тоже, и вас, дорогие зрители. С днем влюбленных всех. Привет. Да, ну, собственно, как бы мы чуть-чуть задержали, к сожалению, по нашей вине и сейчас постараемся наверстать. Вопрос от Марка. Саша, многие говорят, что ты наглый, высокого о себе мнения, занимаешься только тем, что сидишь на передачах, а постановки полная лажа. Откуда у тебя столько врагов? Да. Откуда у тебя столько врагов? Да, враги есть, во-первых, у всех. Во-вторых, вы очень ошибаетесь, что я сижу только на передаче. Наверное, вы не любите танцы, может быть, и не следите за моим творчеством. На самом деле, проект за проектом у меня, поэтому я только успеваю сюда приходить и давать какие-то интервью. На самом деле, я не знаю, сейчас вот была Олимпиада, сейчас я уезжаю в Турцию, до этого мы отправили состав в Китай, до этого мы ставили спектакль. Я не знаю, перечислять можно много, поэтому я сейчас этого делать не буду. Если вам интересно, зайдите, посмотрите. У меня достаточно разнообразное творчество. Спасибо. Вот, собственно, касательно негатива, то есть мы с него начнем, начали уже, да, по сути, отчасти, то есть надеюсь, что заканчивать будем на позитиве. То есть множество вопросов, давай сразу расставим точки над йог, да. Кто в Олимпиаде за что отвечал, то есть у нас были читатели писали, что вот, как же так, все сделал, радовал, друг, ты, то есть какое у вас было там разделение задач, допустим, или как. Чуть подробнее об этом расскажи, пожалуйста, чтобы четко было все понятно. Ну, я, честно говоря, тут вопросов множество и отвечать только не на них у меня нет никакого желания, то есть я предлагаю единожды вот ответить на все скопом, как бы на этом поставить точку. Ну, давайте тогда по порядку. Ну, в первую очередь я хочу еще раз сказать спасибо большое, радую и сказать, что я действительно, горжусь тем, что я работал с Раду, я горжусь тем, что он меня пригласил на открытие Олимпиад, и я, вот у меня была возможность ассистировать данную процессию. Я это не скрываю, я этим горжусь, я действительно счастлив, что у меня получилось участвовать в таком великом действии, как открытие Олимпийских игр вместе с Раду Попритарой. То есть я это говорил везде, я об этом не скрывал, и первое мое интервью, когда я давал, это было ТСН Соблыва на одном из мероприятий. Они подошли, взяли интервью о Олимпиаде, соответственно, они мне задавали интересующие их вопросы, потому что это действительно интересная тема. На данном этапе и месяц на нас было, и сейчас так же. Соответственно, я им ответил на то, что они меня спрашивали, и после этого вышел интересный сюжет, где 1 плюс 1, соответственно, сделали акцент на мне, так как я отвечал на эти вопросы. Естественно, я понимаю, что информация немножечко, да, уже немного искажена, мы начали сразу звонить, чтобы или изменили информацию, или убрали, но вы сами понимаете, что это интернет. Потом подхватила Россия, начали писать уже свои статьи, к которым я уже отношения никакого не имел, потому что каждый копирует, вставляет, добавляет свое. Копирует, вставляет, добавляет свое. То есть, если вы думаете, что я раздавал постоянное интервью, это абсолютно неправда. Было сказано первое интервью, это было месяц назад, и вот сейчас уже после Олимпиады. То есть, этот месяц ни в России, ни в Украине я не давал интервью. Вот, поэтому мне не нужно бялиться за чей-то счет. У меня предостаточно проектов, у меня предостаточно телевизионных проектов, театральных проектов. У меня есть балет, поэтому я не собираюсь за чей-то счет пиариться. Я работаю с Раду Поплетаро. Я еще раз благодарен ему за эту возможность быть и работать вместе с ним. Я думаю, что, ну, по-моему, предостаточно. Ну и более того, как вы, забегая вперед, открывая, возможно, какие-то секреты, у вас через полтора часа эфир совместный с Раду Поплетаро на одном из телеканала. Правильно? Да, да, да. Это так, да. Окей, возможно, еще какая-то тема будет проскакивать. Следующий вопрос от Евгения. Когда вы готовились к открытию Олимпиады, были ли у вас приятные, невероятные случаи? Не очень понятны какие случаи, но, возможно, да. То есть, какие-то были события, которые, ну, не знаю, тебя как-то зацепили. Или, возможно... Были невероятные случаи, потому что они, вероятно, не были приятные. Да нет, ну, на самом деле, Олимпиады, это, наверное, уже в целом невероятное событие. Это, в первую очередь, это обмен информацией с иностранцами. Это, подчеркиваешь для себя, какие-то новые детали в работе с массой. Потому что для меня опыт я уже здесь получил на одном из проектов. Поэтому для меня это было все очень интересно. Плюс была возможность посмотреть в Сочи. Вот, кстати, один из вопросов. Что интересного увидел в Сочи? То есть, ты когда был у нас в качестве репортера, ты говорил, что было время, в принципе, поездить посмотреть город. Ну, может быть, то, что не вошло в репортаж, поделись, что успел увидеть в Сочи. И что больше всего запомнилось, что восхитило. Ну, конечно же, восхитили об этом все, говорят, развязки. Как бы на дороге ты летишь ни одной ямочке. Я переехал сюда, конечно, на контрасте. То есть, с развязками проблем нет. Я не знаю, мы были, я уже говорил, в заповеднике природы, где не подвергалась изменению более 20 миллионов лет. Это ощущение неописуемое. Мы были в женском монастыре, кушали там очень вкусный хлеб. Вот, мы... Да много где бывали, не буду сейчас много об этом рассказывать. В общем, я впечатлен и городом Сочи, и я не заметил вот тех каких-то проблемных... Ну да, поговаривали разное, то есть, пока проходили подготовка к Сочи. Там открытые люки, покрашена трава и все такое. Меня это не смутило. Мне было комфортно, я передвигался, перемещался. Погода была супер, 10-15 градусов тепла. Мы купались как крещение, мы купались после крещения. С Раду он меня затащил. Вот, поэтому эмоций действительно много. Вопрос от Светланы. Саша, общалась с вами на днях. Мне очень понравилось то, как вы высказываетесь. Раду, как превозносите его. Увидел настоящее восхищение в ваших глазах. Совершенно не скрываю, что вы ассистирует даже наоборот. Вопросов у меня нет. Отлично, читал, читал. Хочу попросить вас действительно ответить этим людям. Вы не заслуживаете таких комментариев в свою сторону. Речь, видимо, о тех количестве вопросов, которые мы... Ну, Светлана, спасибо, но если эти вопросы есть, значит, наверное, действительно нужно на них ответить и еще раз проговорить. Я только завтра. Так, 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 так. Вот, по-моему, к вам работать пытаются устроиться. Алина, кто является вашим PR-менеджером? По-прежнему Юлия Могилюк? Нет. Так, сейчас, 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 сейчас. Вопрос от Евгения. Привет, хочу задать такой вопрос. Перед открытием Олимпиады я прочла на Александрийском сайте, что вы постановщик Олимпиады Сочи. Зная вашу творчество, я подумал, что это будет что-то в стиле шоу-программы. И очень удивилась, когда увидел классический балет. Вопрос, как вы поставили классику на Олимпиаде, если никогда этим не занимались. Ну, собственно, то, что вы ассоциировали, давайте не будем каждый раз к этому возвращаться. То есть, это по умолчанию мы услышали. То есть, вопрос чуть-чуть... Нет, ну, я скажу, что, ну, во-первых, классическим балетом я занимался и учился не один год. Во-вторых, я неоднократно это танцевал, я неоднократно это тоже ставил. Но, что касается Олимпиады, конечно же, здесь отвечал Раду Ковлетану за классику, потому что он гуру в этом. И я, конечно же, отвечал за массовую сцену. Это марш, это сам бал. Вот так. Сейчас, секундочку. Перед тем, как задать вопрос, невольно опускаешь вгляд и обращаешь внимание на все чужие вопросы. Поэтому мой вопрос к вам. Александр, какие у вас отношения с Раду Ковлетаром? Вы мне скажите лучше, ты уже приблизительно, как бы, отвечал на этот вопрос. А скажи, нет ли у вас в планах ближайших, возможно, каких-то проектов? То есть, вы все-таки, сколько вы над Олимпиадой там работали? То есть, это же не один день, правильно? Ну, да. За это время, наверняка, то есть, о чем-то общались? То есть, не возникло ли какого-то, какой-то идеи еще совместного, не знаю, проекта, постановки? Ну, я думаю, пока конкретики никакой нету, но, знаешь, как часто это бывает, там, в шуточной форме начинают заводиться какие-то такие разговоры. Ну, разве не с этих, да, в шуточной форме, в конечном итоге? То есть, это действительно, там, или в тандеме, или в работе, как это, как это удобно называть. Поговаривали мы, а там жизнь покажет, время покажет. То есть, ну, как вы понимаете, отношения у нас отличные, все хорошо. Вопрос от Оли. Саша, как тебя встретили ТСНС-Облывы? Хорошо, может быть. Не, хорошо встретились, спасибо большое, очень приятно. Ждали нас с камерой, мы задержались еще на час, самолет наш. Встретили, задали нужные им вопросы, мы с ним сказали, пополочку нас зажили, поэтому спасибо, что встретили. Как тебе, Эрнст, реально такой суровый, как о нем говорят? Ну, опять-таки, это чуть тем и касались в репортере, я наслышал твое мнение, но в сам материал, как бы информация не пошла, поэтому делись. Ну, первое ощущение, да, конечно, страшновато. Если честно. Вот. Но потом ты понимаешь просто, что за этим человеком стоит, какой багаж знаний, какой опыт и сколько людей. Потом ты его начинаешь уже потихоньку воспринимать по-другому. Ну, вообще, да, такая грозная махина. Ну, я думаю, что это правильный образ, это правильный взгляд, ему и нужно быть таким, где люди все-таки должны бояться, но при этом уважать. Ну, так, так, в принципе, и есть. Вопрос от Оли. Скажи, пожалуйста, какой твой самый большой страх? Страх? Есть фобии? А фобии нету, кстати. Фобии нету. Недавно мы работали в Армении. Я подумал, что, может, у меня все-таки есть тоустрофобия. Мы работали вот в таких шарах, только нам шары эти зашили. Ничего себе. И мы два часа находились в этих шарах. Думаю, с ума сойти. А что-то было, подожди, Армения, шары? Это как новогодний огонек. Орка. Голубой огонек, да, у нас в России, как они называются. Вот уж так же в Армении было. Фобии у меня нету, страх. Страх перед чем? А вот скажем, вот я часто с певцами общаюсь и очень даже матерые такие, признанные, да, говорят, знаешь, на самом деле, когда выходишь там на какую-то аудиторию, причем даже не пусть не огромную, а пусть не какой-то камерный зал, и все равно как-то оно какое-то вот такое, ну не то чтобы страх, но нервозность, что ли, то есть нервозность, волнение. Вот такое есть или уже как-то, ну, не знаю, притирается это чувство? Нет, здесь всегда и, наверное, страх в этом есть, что это может пропасть, исчезнуть. То есть ты считаешь, что без этого мандража, то есть... Нет, это нет, который тебе так сказали, это обязательно. Когда-то меньше, когда-то больше. В зависимости от проекта. Если это постоянная там работа, конвейер какой-то, там, конечно же, это потихонечку угасает. Если это какая-то премьера, там, конечно же, волнение есть. Как даже Олимпиада вот у нас была, да, мы сколько уже прошли, сколько уже кем-репетиций, и все уже отскакивает от зубов, уже все хорошо. Но все равно ты садишься за пульт, ты одеваешь наушники, включаешь микрофон, и все, руки у тебя начинают дрожать, ты начинаешь волнула. Слушай, как это происходит? Подожди, то есть у тебя есть возможность рулить процессом, даже вот когда уже все пляшут или что? Да, ну, он находится, ну, так называемый, рука, наверное, всем понятно. Вот, у нас есть связь с каждым артистом, вот, потому что они находятся в наушниках. Это так было и на предыдущих Олимпиадах. Где вы можете сказать, кружись быстрее, танцу или высказать одному, кружись быстрее, но при этом 400 других это тоже слышат. Но при этом они там должны или маршировать, или показывать страсть, любовь к партнерше и так далее. Сложно. Причем не очень даже понятно, кому сложнее. То есть человек, который должен 400 человек увидеть, или действительно там... А мы же по номерам все знаем. Ты 21-й, а ну давай не верим. Вопрос от Зали. Саня, привет, слышал о проекте канала Украина пристрости на паркете. Ты не принимаешь в нем участие? Нет, не принимаю. К сожалению. Я бы с удовольствием, но только с Олимпиадой. То есть, а ты и хотел бы, не было бы возможности. Да. Моська. Читаю это все и понимаю, что вам, Саша, просто кто-то завидует. Выталантливый, добрейший, лучший человек. Постановки ваши шикарные. Желаю вам терпения, мудрости. Не обращать внимания на... Прррр. Вопрос такой. Да, от Моськи. Вопрос... Стекался, господи, боже мой. Сталкивался ли ты с предательством в балете Форсайт? Ну, нет. Это нельзя назвать предательством. Люди приходят, люди уходят, скажем так. Кто-то... Кого-то ты отпускаешь легко, кого-то ты отпускаешь тяжело. И на фоне этого возникают какие-то трения. Поэтому... Нет, я не могу сказать, что это было предательство. Плюс с годами учишься отпускать, обращаться с людьми. Вопрос. Гость. Ходят слухи, что Лина беременна. Это правда? Вы будете рассказывать людям о своем счастье? Делать фотосессии, как это делать? Григорий Решетник, Аня Лорак и другие. Отвечай. Ну, вот когда забеременен, тогда и, наверное, решим. Будем мы делать фотосессии и так далее, и так далее. Я думаю, что, дай бог, это случится, на первых этапах, конечно, зачем-то говорить, рассказывать и так далее. Ну, к слову говоря, даже тот же Решетник, насколько я помню, он очень через некоторое время показал ребенка. То есть, он действительно выставлял картинки, но, как правило, это было. То есть, как-то так. То есть, ребенка не видно было, да. То есть, или спиной, или это. То есть, сказать, что, честно говоря, человек вот так все... Да, 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 да. Здесь, откровенно, я вообще, это знает Элина и Пиарман Нажермо, я вообще не люблю, честно говоря, пиариться. Я понимаю, что это часть моей профессии уже, да, стало отличательно, Эли, встречаться на «Комсомольской правде» и так далее, и так далее. Но, вот, не мое это. Поэтому, если это действительно стоящий повод, да, например, как сейчас даже Олимпиады, ну, почему бы не поговорить об этом? Это действительно интересная тема сейчас для всех. Майдан и Олимпиады. Все, больше других тем сейчас нет. Если же это беременность моей жены, то, мне кажется, это что-то сокровенное. Когда это уже станет явным, ты уже не сможешь это скрывать, и людям это будет интересно, и они сами будут интересоваться, тогда, конечно же, отвечу, покажу, расскажу. Вопрос. Саша, в каких передачах тебя можно будет увидеть по ТВ? Опиши своих хороших и плохих качествах характера. Давай сначала по ТВ. В ближайшее время. Ну, по ТВ в ближайшее время пока ничего не могу сказать. Сейчас, вот, я уже говорил как-то, понесло нас туда за границу. Вот мы недавно отправились из состава форсайта в Китай, отправляем в Турцию. Сейчас также я уезжаю тоже еще в Турцию ставить одно шоу в стиле шахмат. Вот. А телевизионные проекты пока мне нужно восстановиться, вернуться с Олимпиады в Киев, и только потом нужно что-то уже поменять. Слушай, а почему ты в Турции? То есть, почему проще зарабатывать там, или здесь уже перенасыщение? То есть, почему так получается, что тебе проще... А не то, чтобы проще, как-то так складывается. Я не знаю, приглашают, люди интересуются, людям интересно. Тот же Казахстан, мы возим туда наши сказки, у нас есть Золушка, Снежная Карлера, с удовольствием люди смотрят. Армения приглашает на новогодние эфиры, вот которые были. Турция заказывает шоу, людям интересно. У нас же сейчас, наверное, может быть, из-за ситуации тоже в стране все-таки это влияет на это. Ну да. Вопрос от Оли. Ну вопрос как бы не совсем к тебе, но возможно ты где-то захочешь отреагировать. Саня, почему тебя не зовут на телеканал ИСТУБ? Уже звали. Да, а куда, когда? Шесть лет назад, ну, «Танцует Се», я участвовал в первом сезоне. После чего последовали просто другие проекты. Мне звонили, мне звонили со стены много лет назад, после «Танцует Се», но последовали, там, «Танцует для тебя» на Линдус-1, потом «Майданс» на Интере, проект за проектом, как-то у меня не складывалось у нас посопрудничать вместе и, соответственно, наши пути как-то разошлись, я пошел и дальше, я с тобой пошел и дальше. Вопрос от Кэрри. Саня, марш солдатов просто бомба. Сложнее было, чем на Майдансе? Почему не принимаешь участие в танцевальных проектах? Сложнее было, чем на Майдансе? Нет. Не сложнее, потому что у нас было много времени. У нас было полтора месяца. Ну да, получается, в Майдансе цикнулся. Четыре-вечные. Сценарий, драматургия, история, сюжет, линии, рисунки, костюмы. Все это надо было сделать за 4-5 дней. При этом, когда еще каждый день все менялось, тебе приходилось подстраиваться или под город, или под продюсеров, или про музыку, или еще про что-то. При этом отстаивать свои идеи, что я хочу вот так. А здесь все-таки на Олимпиаде все размеренно, все ясно, все давно запланировано. Поэтому я не могу сказать, что было сложнее. Вопрос от Марии. Саша совершал ли ты в своей жизни поступки, о которых жалеешь? Что ощущаешь, сталкиваясь с предательством? Ну, господи, что ж под предательством тоже, да? Вопрос. Были пленок, ну да. Указалось, а может да, может кто-то обидели. Тем не менее, вопрос... Вопрос... Шампанского, я думаю, это предательство. Вопрос остается вопросом. То есть, есть ли в жизни поступки, о которых жалеешь? Нет, ни в коем случае. Ни одного поступка, о котором бы я жалею. Нет. Я абсолютно... Если откровенно говорить, я счастлив. Абсолютно. Вопрос от Марии, собственно, и предыдущий тоже был от нее же. Каким должен быть настоящий мужчина? Точно барышни обидели. Каким должен быть настоящий мужчина? Ну или там, может быть, чтобы совсем не растекаться мыслей по требу. Там три характеристики настоящего. Храбрым. Еще таким. Храбрым. Любящим. И... И каким? Еще каким-нибудь. Третьим. Не знаю. Как тебе хотелось бы? Каким быть? Ну не знаю, в моем понимании честным. Честным. Ну, как бы важно, как мне кажется. Там можно спорить, только ли для мужчин эта черта важна. Но и для мужчин тоже. Радовым, любящим. Ну и честным, да. Следующий вопрос. Саша, кем хотел стать, когда был маленьким? Ну там, космонавтам или милиция, или пожарник, такого. Вот мне кажется, это поколение наших родителей. Вот все поголовно хотели становиться пожарниками. У нас уже такого нет, да? Ну да. Не, у нас уже нет. У нас сейчас как-то, не знаю, может быть более осознанно дети воспринимают мир и более в малом возрасте они уже, у них есть какая-то конкретика и понимание того, что они хотят. Более прагматичнее стали. Ну да, все-таки космос это романтика, это больше как-то вот так вот. Ну и тем не менее, возвращаясь, то есть ты кем припомнишь, ну или я не знаю, уже может быть не совсем маленький. Ну я на самом деле в 11 лет начал танцевать, я считаю, это достаточно, ну, ребернов, правильно? Ну да. И в 11 лет я уже понимал, что я буду танцевать. Все. В 13 лет я вообще окончательно осознаю. То есть для меня не было ничего больше другого, кроме танцев. Я четко нашел в 13 лет свой пункт. Я танцор, я буду идти по этому пути. Больше ничего. И мне кажется, это мне очень помогло. Потому что я уже начал развиваться только в этом направлении. А уже потом. Не разменивался. Да, не разменивался. Вопрос от Мики. Саша, какие качества должны быть у хореографа? Давай так, какие качества должны быть успешны у хореографа? Ну, должен быть образованным, то, к чему мы стремимся всю нашу жизнь. Быть постоянно на волне современного мира. И, наверное, следить за происходящим вокруг тебя. Быть очень внимательным. Нужно быть очень внимательным. Следить за окружающими людьми, за окружающей средой, за окружающими предметами, воздухом, небом. И так далее, и так далее, и так далее, можно говорить об этом. Вопрос от зале. Привет, Саша, очень талантливый танцор. Почему так редко можно увидеть твои мастер-классы? Руслан Махов выкладывает много видео, а ты нет. Почему? Вот, блин. Меньше видео, чем... Надо выкладывать больше, чем Руслан Махов. А вот, ну, то есть, мастер-классы... Было у меня мастер-классы, сейчас танцевальность Денеба. 9-го числа, и будет, я думаю, если вы спрашиваете, вы знаете, ДИСАЙД 22-го числа, который будет мастер-классы. А чуть подробнее, то есть, что это будет за мастер-классы, это, по-моему, для деток или, я же, это будет? Нет, это для танцоров, для хобби, также для профессионалов. Это такой, день мастер-классов, куда могут прийти записаться абсолютно все. Ну, например, есть такая школа ДИСАЙД, где я буду 22-го числа. Где я буду проводить, где я буду один из многих хореографов давать мастер-классы. Поэтому, сейчас, на самом деле, это очень развивается структура, и это очень правильно. То есть, танцор может посещать мастер-классы, какие угодно, в любом стиле. И это здорово. Вот это вот 22-го числа приходите ко мне, написали. Чуча спрашивает. Какое самое большое пристрастие ты пережил в жизни? А, притеснение, прошу прощения. Какое самое большое притеснение ты... Притеснение? Да, тебя притесняли в жизни как-то много? Большие притеснения, потрясения были? Да нет, я не знаю, вот, наверное, сейчас самое большое оттеснение. Вот, много вопросов, карьеры, вопросов, карьеры, все. На которые я... Расскажи, как родители. Вот ты сказал, в 11 часов для себя, увы, господи, боже мой, заговаривайся. В 11 лет для себя решил, да, буду танцором. То есть, как правило, в этом возрасте родители еще очень активно рулят детьми, сыном. То есть, как-то к чему-то подталкивают, к чему-то отговаривают. Как у тебя со всем этим делом? Ты знаешь, мне повезло. Мне повезло, потому что, ну, я рассказывал уже эту историю, родители переехали вместе со мной в Киев в 13 лет, бросили бизнес-работу, квартиры, машины, абсолютно все, и переехали со мной на съемную квартиру в Киев для того, чтобы я танцевал. Поэтому они рулили в правильном направлении. Они поверили педагогам, которые сказали, давайте переезжайте, бросайте все, пускай ваш ребенок развивается. Они им поверили, они поверили мне почему-то в 13 лет, и они поверили себе, что они смогут. Они смогут помочь, они смогут встать заново, на ноги, уже не молодые, я третий ребенок, брат. Как-то мы шли в одном направлении, и слава богу. Карен спрашивает, Саня, у тебя, что ж тебе все Саня? А я Саня? Да. Я не Саша, я не Саня. У тебя есть любимая музыкальная группа? Какой самый страшный фильм ты видел? Давай про группу сначала. Музыкальное пристрастие, да? Ой, ну сейчас я свихнулся на группе Мьюз, постоянно ее слушаем. Ну, Квин, понятно, не видел. Но именно сейчас, если говорить, последний год я постоянно слушаю Ничусь. Мне безумно нравится. Какой самый страшный фильм ты смотрел? Как действительно, Квин. Ну, к слову, да, в руки-палке самое страшное, наверное, как раз с того времени, с того возраста, с того детства. Потому что сейчас какие-то вещи такие не трогают, и туда вот. Другое дело, сейчас пересматриваешь, я как комиссию, ну да. А в принципе, какой жанр в кинематографе предпочитаешь? Мне по фэнтези нравится, фэнтези переключения. Но вообще стараемся с Линой посещать все фильмы, которые выходят в кинетеатрах. Смотрел Ви? Или еще? Ну вот, кстати, Ви, честно, как кино комедию смотрел. Не знаю, почему так. Наверное, слишком много было в Гаре Мистики, и это там страшило. Так обычно, когда читаешь какие-то формы, или еще что-то, ты ожидаешь одно, а потом или разочаровываешься, или еще. Нет, я не могу сказать, что я разочаровался. Фильм мне в общем понравился, но он был не страшный, но хотелось побоить. Ужас, ужас. Да, да. Марта интересуется. Саня, ты крутой хореограф, постановка супер, очень талантливая. Если бы у тебя была возможность создать танцевальный проект, каким бы он был? Ну, это, наверное, что-то, ну, как бы, у тебя танцевальный проект есть. Форсайт. Танцевальный проект? Наверное, барышня имеет в виду именно, ну, какую-нибудь постановку, да, телевизионный. Есть идеи, но я не хочу рассказывать. Уже убедился, что начинаешь что-то рассказывать, какие-то... И все сказано, и все, и обрывается. Поэтому идеи есть. Идея есть, действительно, создавать телевизионные проекты, интересные форматы, но для этого нужны очень большие ресурсы, очень большие возможности. Поэтому всему свое время, наверное, не так. Это должно быть, это должно рождаться, постепенно тебе быть, 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 быть годами, и потом двери начинают открываться и появляться просто уйти. Вопрос от Кэри Александр. Если бы ты сам режиссировал Олимпиаду, что бы ты показал на ней? Ну, наверное, у вас особо, как бы, никто и не спрашивал, что показать. То есть, все-таки сценарий, наверное, был расписан. Нет, ну, и я об этом говорил, и рад был об этом говорить. Сценарий давно готов. Режиссировал это все Андрей Болтенко, это первый канал, главный режиссер. И он же режиссировал Олимпиаду. Соответственно, мозг всей Олимпиады, это Константин Эрнест, которым было придумано очень много идей, и, в принципе, вся эта история, которую мы видели. Поэтому мы уже лепили с этого пластилина продукт, который мы уже увидели. Слушай, а мне казалось, Эрнст, он, ну-ка, как менеджер. То есть, ты говоришь, что идея. Он менеджер, он продюсер, он творец, и вообще он сценарист. Сценарист-продюсер Константин Эрнест. Но, а почему бы не поруководить таким творческим, глобальным процессом? Тем более, если не вот это получается. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пена. Пена интересуется. Нужно уже нам создавать какой-то музей забавных книг. Сашенька, привет. Скажи, какие у тебя творческие идеи насчет Олимпиады во Львове? А вот как считаешь? Вот у нас, когда у нас? 20-22. Имел бы смысл попользоваться идеей наших соседей и что-то сделать такое глобально-историческое? Или может нужно искать какую-то... Да, я думаю, фрагментально, скажем так. То есть, какой-то один из блоков, такой конкретный, 20-30, конечно же, стоит сделать. Сказать о культуре, о традициях Украины и так далее. Да, это обязательно нужно. И было бы, конечно, неплохо бы в Украине провести, да еще и в бойболе в сердце Украины. Олимпиаду, в 22-м году. Это надо уже искать выходы, где вы там поработали через 8 лет. Вопрос от персонажа с ником Вопрос. Александр, чем планируете удивить зрителя, над чем сейчас работаете? Слушай, не было желания после Олимпиады взять какие-то мини-каникулы такие выдохнуть или в бой? Хочется, хочется, но вот если сейчас в Турцию поедем, можно совместить и работу, и отдых. А отдыхать как предпочитаешь? Пляжный отдых это твое или нужно куда-то? Нет, нет, только не пляжный. Ну там, загорать, лежать на пляже, ходить в спане. Это не мое. Вопрос от Маши. Сегодня День Увлённых вы празднуете этот праздник? Как, с кем? Ну с кем, наверное, вопрос не очень. Праздник с Линой. Это праздник. Что дарите в такие дни? А ты же сделал подарок? Еще нет. У вас была неразделенная любовь? Нет. Не многословий. Она бывает обычно в школьный период. Как вы справлялись с этим чувством? Вопрос отпадает сам собой. Сколько вам было лет? Кто это была девушка? Отлично, переходим дальше. Так. Кира спрашивает. Планируете ли вы с Линой детей? Да. Саша, имей совесть. Хотя бы по два-три слова. То есть это ты как-то так... Ну, как Бог даст. Вот, следующий вопрос. Сколько бы ты хотел иметь детишек? Когда ты... Слушай, ну ты вырос в семье, а третий ребенок, да? Ты сказал? То есть три, в принципе, по нашим меркам, это, ну не скажу, много, не мало. Как минимум. Вот как повторение такой судьбы детям, да? Или один любимый и вообще все для него? То есть как считаешь? Как, ну, семьи должны быть, там, детей побольше? Или, ну, лучше один, ну, чтобы там все... А это кто к чему привыкает? Если ты один, то, соответственно, тебе комфортно. Потому что ты не знаешь, как это, двое, двое в семье, или трое, или четверо. Если нас было трое, мне было, например, очень комфортно. Очень хорошо. Конечно же, бывают семьи проблемные со ссорами, шмидалами. У нас тьфу-тьфу, этого никогда не было. То есть мы росли и были, поэтому... Не знаю, один-два. Пока так. А там уже как бог даст. Вопрос пользователя с ником XXL. И, собственно, это будет последний вопрос. Остальные, то есть они еще есть, но они повторяются. Не будем тратить на них время. Саша, добрый день. У вас и вашей жены есть очень провокационная фотосессия Нью. Скажите, пожалуйста, Саша, вы бы разрешили своей красавице-жене сделать фотосессию в журнале Playboy или XXL? Имею в виду, могут позвонить. Не исключено, что... Ну, тяжело, наверное, решиться на такой шаг. Но, наверное, да. Если это дорого, если это со вкусом, если это не пошло. Да, то есть если профессиональный фотограф, он знает, как правильно... Но вот контролировал бы процесс? Знает ракурс, выставить свет. Нет. Не контролировал, потому что, наверное, смущал бы, может быть. Здесь все-таки работа фотографа и модели. Не знаю, может, я творческий человек, поэтому я к этому отношусь-то. Здесь нужно решать девушке. В любом случае. Готова она, не готова. Я же говорю, если это красиво и мне пошло, тогда это можно, потому что... Ну, это женская красота. Это нравится, по-моему, всем. И мужчинам, и женщинам. И неважно, женат ты, холостой, старик или молодой. Женская красота есть женская красота. Это всегда будет классно в том, чем мне красиво. Ну, собственно, как бы время подходит к концу. Пожелания нашим зрителям, читателям. И мы будем на этом завершать. Спасибо большое вам, что пригласили. Спасибо большое, что писали, задавали вопросы. Я всегда с удовольствием на них отвечаю. Ну, и воспользуюсь еще раз возможностью. Поздравляю всех с праздником, с этим замечательным праздником двоих. Днем влюбленных. Любите друг друга. Творите вместе. И будьте добрее. Не злитесь друг на друга. И мир будет прекрасным. Спасибо, пока.